МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Современный Египет лихорадит революционные настроения. Беспорядки в Каире приводят к мародёрству. И первая цель грабителей – национальный музей. Бесценная кладовая древней цивилизации. После самого крупного налёта пропали уникальные экспонаты. Две позолоченные статуи фараона Тутанхамона, статуи его отца Эхнатона и мачехи Нефертити. Кварцитовый бюст их дочери и сердце Скоробея. Эти произведения искусства невозможно продать. Кроме того, часть предметов имеет сакральное, магическое значение. Сразу вспоминается притча британского писателя Частертона. Где лучше всего спрятать тело убитого? На поле боя. А если не было битвы, сделайте всё, чтобы она была. Эксперты не исключают, что настоящая цель египетских переворотов – завладение древними священными предметами. Тутанхамон – самый известный фараон древнего Египта. Его правление было недолгим. Он погиб в возрасте 18 лет. Тутанхамон прославился после вскрытия его гробницы. Там лежали несметные сокровища. В 1922 году археолог Говард Картер после шести лет поисков обнаружил нетронутую усыпальницу. В ней находились драгоценные предметы царского быта и ритуальные артефакты. Знаменитая золотая маска, роскошный саркофаг, различные сосуды. На входе в гробницу была надпись «Смерть быстрыми шагами настигнет того, кто нарушит покой фараона». Участники экспедиции Картера действительно вскоре скончались при странных обстоятельствах. Но гробница Тутанхамона открыла еще не все тайны. Загадочные алебастровые фигурки, светильники, вазы, статуэтки – их формы причудливы и совершенны. Но главное – это сам материал. Египетский алебастр, он преимущественно носит желтый оттенок. А желтый оттенок, он присущ царю и жреческому сословию. То есть жреческое сословие прямо намекает на какой-то божественный характер, материал. Интересно название этого минерала. Оно происходит от двух греческих слов и означает «лодка богини Баст». В древнеегипетском пантеоне это богиня-кошка, гуляющая между мирами живых и мертвых. Алебастр использовали при отделке культовых помещений. Из него делали и большие плиты для стен, и ритуальные предметы, и мельчайшие статуэтки. Новейшие научные исследования показали, что алебастр способен задерживать электромагнитные волны. Неужели древним египтянам это было известно? В частности, алебастр, он был интересен и использовался и в храмовых комплексах, и в пирамидах. Именно потому, что он был в состоянии аккумулировать ментальный импульс. Для нас на сегодня не секрет, что мысль, она имеет электромагнитную природу. Создается некий объем, где стены и пол покрываются алебастром. Затем в этом месте проводится серия практик, после чего даже незначительный по мощности ментальный импульс сопровождается реакцией от энергоинформационного поля пирамиды или Земли, и начинается взаимодействие ментальное с энергоинформационным полем, то есть то, что мы называем контакт. Алебастр применялся не только в строительстве древнейших пирамид и храмов Египта. Из него делали канопы – сосуды для внутренних органов погребенной мумии. Египтяне были одержимы идеей посмертного существования. Тела усопших царей и жрецов тщательно сохранялись. Сразу после смерти удалялись печень, желудок, кишечник, легкие и помещались в четыре канопа. После этого умершего клали в концентрированную соль. Считалось, что мумия поможет фараону жить вечно. Мумия жить, конечно, сами по себе не могут, потому что у мумии изъят мозг, изъяты органы. Но как фантом энергетический он существует, потому что через мумию, если мы в храмах приходим, при пирамидах есть храмы, и, соответственно, захоронение существует, то если мы в храмах или при какой-то пирамиде, или при захоронении, есть место, где мы можем поминать усопшего, то вот как раз фантом этой мумии и существует каналом нашей энергетики, который мы посылаем ему в тот мир. Елена Евстафьева во время туристической поездки в Египет получила послание от древних усопших. Исследовательница поднималась по коридору Великой пирамиды. Неожиданно ее охватило ощущение смутного беспокойства. Передо мной появляется, моментально вырастает существо, очень больших размеров. Я помню точно, что даже цвет серо-коричневого цвета, вроде как тень, вроде и не тень. Огромное существо очертаниями напоминало человека. Кроме Елены его никто не видел и не слышал. Оно обратилось к женщине и выразило гнев из-за кампании праздных туристов. Скорее всего, в пирамидах из-за того, что это не было захоронение, а было прежде всего проведение усопшей души или посвящение, тогда тот или иной жрец или тот, допустим, который умер там, вот тень его может там остаться, как фантом. И он может кому-то явиться. Он кому-то может устрашать, потому что он уже сам умер и знает, что такое устрашение. И вот он устрашает уже тот, кто его, допустим, уже видит, например. То есть его мозг настроен так. Затем видение сообщило Елене, что она должна исследовать некоторые храмы Египта. Эти места хранят память и священную энергетику прошлого. Голос мне это не какой-то металлический голос, голос, который я помню сейчас. Ну, то есть это определенные звуковые вибрации, которые как бы звучали внутри меня самой. Вот. И я поняла вот еще что. Что если я не хочу, чтобы это со мной общалось, это моментально исчезло. Вместе с группой туристов Елена отправилась в местечко Саккара. Там находятся ступенчатые пирамиды и город мертвых. Елена стояла в центре некрополя, когда вдруг из воздуха возникли и понеслись в ее сторону свирепые воины. И на меня стали бежать первое, что я видела, воины. В каких-то, причем много, значит, вооруженных людей, которые в итоге стали бежать через меня. Ноги их не касались песка, и они пробегали полны паники. То есть что-то произошло. Елена Евстафьева осознавала, что в настоящем времени она с друзьями находится среди древних развалин. И в то же время перед ней открылись события тысячелетней давности. Хрономираж был как будто частью ее жизни. Я моментально сразу понимаю, что у них беда. Правитель, повелитель в итоге его называют, утонул. И они бегут сообщить эту весть женщине. Я понимаю, что это просто очень важные царственные особы. Путешественница видела гордую царицу невиданной красоты. Супруга фараона была в страшном горе ярости и истерике. Она велела немедленно казнить тех, кто не смог помочь ее повелителю в беде. А чуть позже созвала жрецов. Зазывают люди, которые могут из белоснежного камня, я думаю, что это мрамор, воссоздать вот это тело. Она приходит к тем, кто пытается изваять по ее памяти это тело. Она пытается его воссоздать так, как она видит. Улыбка, вот все, движение рук, вот как будто дышит диафрагма. В общем, все-все-все. И следующее видение пронеслось перед глазами Елены. В большом зале храма на алтаре лежала мраморная статуя фараона. Затем царица силой магического искусства призвала душу своего возлюбленного из мира мертвых и вселила ее в камень. Никто, кроме царицы и верховных жрецов, не заходил в святилище этого храма. Это было слишком опасно. Супруга фараона часто посещала статую и часами беседовала с духом своего повелителя. Он долгое время помогал ей править страной. Мумия Тутанхамона хорошо изучена. Генетики исследовали ДНК юного царя Древнего Египта. Выяснилось, по отцовской линии его Y-хромосомы относятся к так называемой гаплогруппе R1-B1-A2. Эту же группу генов имеют 70% жителей Европы. Это гаплогруппа, которая ведет свою историю примерно с 20-х тысячелетий до нашей эры. И место ее формирования сейчас трактуется по-разному. Во-первых, она маркирует собой европейное население, то есть она принадлежит белым, так скажем, людям. По некоторым исследованиям она привязана непосредственно к Европе. По некоторым исследованиям ее привязываются, допустим, к Алтаю. Юный фараон оказался не просто европейцем, а близким родственником русских царей. Ученые давно заметили, что Николай II имеет внешнее сходство с некоторыми североафриканскими правителями. При сравнении геномов древнеегипетского и российского императора догадка о родстве получила неоспоримое доказательство. Род Николая II, он относится к гаплогруппе Р-1, Б-1. И та же гаплогруппа обнаружена недавно у Тутанхамона. То есть это явно какие-то сестринские линии были. Ну, не прямой прям потомок, допустим, ни кузен, ни сестра, ни это. Понятно, что это все разнесено в тысячелетиях. Но это все равно сестринские линии. Это буквально, если по-современному говорить, люди из соседних деревень. Отсюда следуют поразительные выводы. Принято считать, что современный человек появился в Африке и оттуда расселялся по всему свету. Эта теория противоречит здравому смыслу. Зачем древним людям было покидать теплые благодатные земли? Новейшие данные российских ученых рисуют более правдоподобную картину. Англоязычная зона не использует наши данные, поэтому у них получаются чудеса. У них возникают чудеса, что, например, человек произошел из Африки и потом за каким-то интересом пошел в северные местности убирать снег. По нашим же данным, по данным нашей науки, значит, современный человек сформировался на нашей территории плюс европейской территории и плюс немножко Ближнего Востока. Потом, расселяясь в определенные промежутки времени, он достиг Африки. Цивилизацию в долине реки Нил создали люди с белой кожей, русыми волосами, глазами голубого и серого цвета. Черные волосы на росписях в храмах, вероятнее всего, по реке. С течением тысячелетий северный облик, конечно, менялся из-за жаркого климата. Большое влияние оказали и восточные народы-завоеватели в период упадка Древнего Египта. Первые фараоны, вернее, фараоны Египта и вообще египтяне того времени, это была ли белая раса, которая потом перешла в династию Птоломеев, опять же, белых македонцев. Когда реконструируют внешность древних египтян, все время получаются монголоиды. Но здесь скорее работает стереотип художников, чем научное знание. Интереснее взглянуть на статуи эпохи так называемого Амарнского периода. В это время правил отец фараона Тутанхамона Эхнатон. Он произвел настоящую революцию в религии и искусстве страны. Именно он запретил поклоняться множеству богов, введя культ Атона, бога солнечного света, и перенес столицу в новый город – Амарну. Эхнатон, который, вся его реформа строилась на том, чтобы не только представить египетскую религию в виде под началом одного бога, Атона, но и в то же время быть его самым главным последователем на земле, фактически самому божественным. Потому что к эпохе Амарны уже, если в эпоху древности не возникало сомнений в божественности фараона, то здесь уже возникало, ему что-то для этого требовалось. В эпоху Эхнатона скульпторы добивались максимального портретного сходства с оригиналом. И отсюда возникает масса неудобных для науки вопросов. Почему череп фараона, его супруги Нефертити и всех их детей странной вытянутой формы? Такой объем мозга неестественен для человека. Сохранились также изображения и описания неких божественных устройств, головных упоров невероятного объема с выступами, похожими на антенны. Их носили боги и цари. Одно из этих устройств, к примеру, это так называемая Атлантийская диадема. Мы так ее на сегодня называем. Или это корона Атеф в Древней Египте. Внутри находился кристалл. Сама форма, она концентрировала энергетический поток, переотражающийся внутри этого устройства, на гипоталамусе и гипофизе. Если такую корону Атеф одевали на ребенка с детства, для того, чтобы в ребенке уже с измойства формировались определенные способности к ясновидению, к яснослышанию, то по мере формирования его черепной коробки она приобретала необычную форму. Мозг в два раза больше, чем у обычного человека, не единственная сверхъестественная мутация Эхнатона. У него были очень длинные руки и тонкие пальцы, огромные ступни, массивный зад и женская грудь. Медики определили по этой внешности целый букет синдромов, редких генетических заболеваний. Точку в диагнозе мешает поставить лишь то, что человек с такой больничной картой не жизнеспособен. Эхнатон же не только устраивал перевороты, но и имел двух жен, гарем-наложниц и 10 законных детей. Влияние, которое оказывал кристалл, энергетический поток, на гипоталамо-гипофизарную систему, оказывал мощное влияние вообще на эндокринную систему. И вот это влияние, последствия которого вообще трудно предсказать, сказывалось и на том, что череп менял не только форму. Менялось резонансное свойство черепа. У такого человека действительно открывались необычные способности, и эти способности в первую очередь сказывались на гормональном его фоне, на гормональном его статусе. И менялась и форма головы, и объем черепа, и качество нервной системы, и многое-многое другое. Есть также фантастическая версия, что эти фараоны были детьми богов, инопланетян. Но проверить ее невозможно. Мумия Нефертити и ее дочерей пока не найдены. Известно, где находилась гробница Эхнатона, в Амарне, из которой Тутанхамон взял и куда-то перезахоронил своего отца. Сейчас существует гробница КВ-55, в которой была в начале 20 века найдена мумия неизвестного мужчины, которую два или три года назад, в результате анализа ДНК, определили как мумия Эхнатона. Никаких, в общем, больше других свидетельств не существует. Поэтому гробница Эхнатона, это трудно сказать. Фактически это тайник, в котором были найдены еще мумии. В генах сына Эхнатона Тутанхамона нет следов внеземных пришельцев. Чего пока нельзя сказать о его мачехе. Таинственная Нефертити, возлюбленная Эхнатона, эталон женской красоты и обаяния. Нефертити наравне с фараоном управляла культовой жизнью Египта. Ее имя говорило о полном ее на то праве. Сначала Нефертити переводили как «красивая пришла». Однако были найдены иероглифы с именами царей, которые тоже начинались со слова «нефер». Эта важная приставка на самом деле означала нечто другое. Нефер – это либо некая божественная сущность. Нефером также называли энергетический луч, идущий из георазлома. Почему вдруг Нефер – божественная сущность, энергетический луч из георазлома? Нам на сегодня все отчетливее становится понятно, что вот энергия, идущая из георазлома, влияющая на пространственно-временную структуру, являлась тем самым передающим звеном, через которое, как по проводу, осуществлялось некое общение. Неферы – это боги, с которыми общались древние египтяне. Именно от них эта древняя цивилизация получила научное знание и учение об устройстве Вселенной. Неферы были всемогущи и могли предсказывать будущее как отдельного человека, так и всей державы. Как следует из иероглифических текстов и картин на стенах храмов, вступить в контакт с Нефером можно было с помощью пирамиды. Пирамида обязательно является антенной. Все зависит только от человека, с какой информацией, то есть с какими вибрациями человек подходят к этим пирамидам. И, как я уже говорил, вот чтобы жрецы узнавали, что их ждет, они, конечно, настраивались на ту вибрацию, чтобы считать эту информацию. Журналист и исследователь Татьяна Сырченко сегодня вспоминает странные события, которые показали. Прошлое может приоткрыть свои тайны в любой момент. Все началось в обычный питерский вечер, когда Татьяна Михайловна отдыхала у себя дома в кругу семьи. Внезапно ей будто вспомнилась картина из иной реальности. Я совершенно не спала. Я видела этих людей, я видела своего мужа. И одновременно я ощутила эту вещь. Будто наяву она увидела огромный дворец и юную девушку в окружении рабынь с опахалами. Жрец в белых одеждах говорит ей, страна в опасности. На престол восходит тот, кто не достоин титула фараона. И поскольку ты дочь царя, то, значит, тебя учили читать и писать. И мы можем тебе доверить тайну жрецов, а ему не можем, потому что он это все разбазарит и он негодится. Удивительные события прошлого разворачивались перед глазами петербурженки. Дочь фараона последовала за своим учителем в храм. В крыше святилища было отверстие. Туда попадал луч света от звезды Сириус. За всем этим скрывалась великая тайна жрецов. На самом деле для посвященных здесь речь идет о том, что где-то в этом месте, за спиной моей, в этой большой комнате, которая над залом, спрятано некое устройство, не знаю, как его назвать. Но когда свет Сириуса падает туда, то информация отсюда о состоянии цивилизации Земли или он говорит обо всем, считывается и куда-то отправляется вот по этому лучу. Принцесса встала под луч Сириуса. Тут же она перенеслась через космическое пространство и оказалась в огромном светлом зале пирамидальной формы. В центре его находился экран, разделенный на несколько сегментов. В тот момент было активно окошко планеты Земля. Под этим информационным комплексом находилось гигантское хранилище данных. Все вокруг там казалось опутано тонкими полупрозрачными волокнами. Затем неофитку подняли на вершину этой усеченной пирамиды. Там стояла своеобразная антенна. И на этой плоской вершине стоят три статуи. Спиной друг к другу и вот так локтями, вот так прижатые. Так, что они вместе образуют канал сзади. Понимаете, да? Три статуи спинами стоят, и внутри них образуется такой канал. И когда мы входим под ножи этих статуй, то мы маленькие. Где-то около пяток. А статуи огромные. И там канал, получается, что он темный. И днем видно звездное небо. Там звезду. Вот он говорит, видите, мы сейчас сюда входим, и там наверху звезда. И там в этой звезде есть такая же система, как у нас. И она уже знает еще какие-то разветвленные вещи. Картина космических пирамид и древнего Египта исчезла. Татьяна Сырченко вернулась к обычной жизни. Но ее мучил вопрос. Кем была та принцесса, которую жрецы возвели на трон фараона? И осталось ли в древнем храме межгалактическое устройство связи? Изучив хроники, исследовательница предположила, что видела царицу Хадшепсут, которая жила три с половиной тысячи лет назад. Хадшепсут носила титул супруги бога, верховной жрицы ОМОНа и являлась незаурядной правительницей. Ее выдали замуж за сводного брата Тутмоса II, который царствовал всего четыре года. Затем Хадшепсут правила одна, почти четверть века, опираясь на поддержку жрецов. За время правления царица построила несколько уникальных храмов. Журналист отправилась в Египет к сооружению, который называется храм Хадшепсут. Археологам известно, что он и был спроектирован таким образом, чтобы свет Сириуса зачем-то падал на алтарь. Но эта часть здания оказалась якобы на реставрации. Власти Египта отгородили от посторонних глаз алтарную часть храма. Я вижу только храм вот этот красивый, похож на электростанцию. У него совершенно необыкновенная архитектура. Все же там колонны круглые, а здесь все такое куриное. Кубической или такой формы параллелепипеда. И вырезы такие прямоугольные, и все похоже действительно как издали как ГЭС. Наша современная, как будто оттуда вода вот-вот хлынет. И рядом развальные руины какого-то храма. Вот с этим я уехала. Татьяна Сырченко вовсе не считает себя реинкарнацией древней царицы. Она придерживается теории хрономиражей. Иногда грань между временами ненадолго исчезает, и прошлое появляется в настоящем. И если человек настроится на волну времен, он может это увидеть. Это не похоже ни на сон, ни на фильм. Я знаю, что такое сон, и я знаю, что такое фильм. И я знаю, что такое ощущение полной реальности, когда она... Ну это интересно. Знаете, на что это похоже скорее? Это похоже скорее на то, как приемник одновременно принимает две станции. Вот я радиоинженер же по профессии, поэтому мне это понятно. Если я нахожусь в резонансе с каким-то событием, то я начинаю его ощущать. Самые древние пирамиды и храмы Египта построены в неслучайных местах. Это точки на поверхности планеты, где выходит и устремляется вверх электромагнитная энергия. Каким-то образом жрецы вычислили георазломы в земной коре и возвели там сложнейшие сооружения. Вряд ли этот колоссальный труд проводился ради захоронения фараонов, как гласит официальная наука. Не могильщики, то есть не могилы для фараонов, а прежде всего выполняют две функции. Это проведение усопшей души по потустороннему миру. Это вот первая функция. А вторая функция – посвящение. То есть ученики, жрецов проходили в этих пирамидах тайное посвящение. И вот эти две функции, как основные, они являются, потому что проведение усопшей души нам интересно, а что же нас ждет за потусторонним миром. В пирамидах, как правило, нет следов ритуального погребения. Мумию нашли только в одной малоизвестной пирамиде. Она явно не царская и установлено, что захоронено гораздо позже возведения пирамиды. Но тогда для чего в некоторых пирамидах стоят циркофаги? Каково назначение большой галереи высотой почти 9 метров в пирамиде Хеопса? И для каких происходящих там процессов был необходим такой мощный поток планетарной энергии? В древности плата Гиза называла крепостью Бога. Крепость Бога. То есть это некая зона перехода. Это храмовое построение, которое сделано по принципу так называемой рупорной антенны. И когда ты попадаешь в это пространство, в определенные зоны, у тебя идет перенастройка твоих тонких тел. И какие-то более тонкие тела начинают получить именно ту энергию, которая необходима для их раскрытия. Египетская книга мертвых и другие древние священные сборники рассказывают, что происходило с фараоном в пирамиде. Там описан процесс прохождения души через посмертные испытания. Преодолев их, фараон должен уподобиться небесному богу Осирису и воссоединиться с ним. Древний текст говорит, для того, чтобы приобрести божественные свойства, осирианские свойства, стать богом Осирисом, необходимо развить в себе, простимулировав пять первых энергетических оболочек. Египетская концепция устройства мира легла в основу всех сакральных учений Востока. По ней человек имеет девять тел. Физическое – тело плоти. Эфирное – эмоции. Астральное – тело страстей и желаний. Ментальная оболочка складывалась из мыслей. Казуальное тело – сверхтонкое, собирающее опыт всех реинкарнаций. Шестое – душа. Затем дух. И два самых важных тела – божественное и космическое. Помимо этого, строители пирамид знали, что человек делится на два начала – Ка и Ба. Если говорить о камере царя и о саркофаге, который там находится, то эта зона связана с усилением тела Ка. Ка – это духовное тело, духовный стержень. Это духовный двойник человека. Это не его душа космическая, это космический дух. Ба отвечает за похождение тела в этой жизни. А Ка – высший дух, истинное Я, которое наблюдает за всеми прошлыми и будущими воплощениями. Осознанно слиться с ним – это была высшая цель человека в пирамиде. Если я хочу что-то считать, что нас ждет, допустим, через 10 лет, через 20 лет, и энные сколько-то лет, то, естественно, конечно, я буду покружаться в этот мертвый сон. Мое тело остается в саркофаге. Я сам, как астральное мое тело, выходит. И я встречаюсь со своим двойником Ка. Двойник мой Ка как раз и знает информацию. Я с ним общаюсь, с этим двойником, задаю ему вопрос, он мне отвечает. Эзотерические учения говорят, пирамида поднимала энергетику человека на уровень богов. В обычном состоянии этого сделать невозможно. Пирамида выступала своеобразным аккумулятором геомагнитной энергии и одновременно антенной, позволяющей душе устремиться ввысь. Синхронизировать себя с космосом. Вспомнить все. Понять свое истинное предназначение и путь к нему. Увидеть прошлое и будущее. Понять, что там, за порогом смерти. В нем открываются иные глаза. Он чувствует себя совершенно другим. Он начинает понимать мир иначе. Он говорит другим языком. Он вообще другой. Это колоссальное открытие. Самое великое открытие, которое может сделать человек, это увидеть свое истинное Я. И все древние мистерии, и пирамиды, и храмовые комплексы, они вертелись вокруг одной единственной вещи. Это услышать свое собственное Я, божественное, центральное, и начать с ним общение. Какой бы фантастикой это ни казалось, но посвященному жрецу или фараону совсем не обязательно было умирать. Похоже, пирамида дарила технологию испытать все это при жизни. И тогда человек понимал, что он по-настоящему бессмертен. Впереди еще много реинкарнаций. Фараон или человек, находящийся в пирамиде в этот момент, он осознает целостность Вселенной. Он ощущает в себе и понимает концепцию развития Вселенной. Он становится свидетелем всего того, что произошло на Земле за последние, к тому моменту, может быть, 20-30 тысяч лет. Он осознает все, он часть, неотъемлемая всего этого. Выйдя из пирамиды, он уже никогда не будет тем, кем он туда вошел в первый раз. Астролог Александр Зараев всю жизнь изучает древние сакральные знания. Он отправился в Египет, в Великую пирамиду, чтобы прикоснуться ко вселенской мудрости. Многие тысячелетия посвященные хранили память о том, как включить пирамиду. Александр Викторович исследовал эту практику и был готов испытать неизведанное. Я лично находился как бы в состоянии некого, я бы сказал, тоже духовного застоя. Мне надо было изучить мою прошлую жизнь. И это была одна из тем посвящения Великой пирамиде. Звездные врата пирамиды открываются не для всех. Поднимаясь по узким коридорам, Александр Зараев вспомнил технику телепатической настройки. Его научили этому офицеры внешней разведки, которые готовили экстрасенсов для дистанционного воздействия на противника. Жрецы Древнего Египта владели этим умением еще до нашей эры. Главный принцип осознанной телепатии состоит в том, что ты должен отключить внутренний диалог, успокоить ум настолько, чтобы ты мог понимать, что любая мысль или любая тонкая волна, которая приходит откуда-то извне, она действительно не твоя. То есть ты и сам себя не дурачишь, а ты в абсолютном спокойствии можешь тогда принимать более высокие длинные волны и частоты. Исследователь остановился в глубине пирамиды и понял, что сумел настроиться на ее волну. Его телепатический посыл был услышан. Вероятно, мозг переключился на другие частоты. И космический механизм заработал. Когда тебя начинают видеть, и в некотором смысле пирамида напоминает некий такой, я бы сказал, зеркальный прожектор, через который ты можешь увидеть выше, но и тебя могут увидеть лучше, ярче, как микроскоп. Ты выходишь за пределы Земли, ты воспринимаешь историю Земли как часть своей истории, ты выходишь на контакт с другими цивилизациями. Александр Зараев двинулся дальше, вглубь пирамиды, и зашел в так называемую камеру царицы. Смысл этого помещения археологи объяснить не могут. Оно абсолютно пустое. Здесь не было даже саркофага. Я сел спиной к шахте, которая была ориентирована на Сириус. Там одна шахта ориентирована на юг, на область звезд, а другая на север, на рынок, около полярных звезд. Там я просто сел, стал смотреть, что мне покажут. И вот из этой шахты то ли шла энергия, то ли шла какие-то вибрации. Ну, я, так сказать, увидел многое из своих прошлых жизней. То есть как, так сказать, большую, хорошую киноленту. Но это было, знаешь, это была, как бы, главная цель просмотреть жизни, это собрать некое духовное стержень, которое в каждой жизни присутствует. Это нужно было собрать воедино некий опыт, некую энергетику, которую где-то мы там поразбросали по разным жизням. Время свернулось в точку, и перед взором исследователя пронеслись картины предыдущих воплощений. Разные эпохи лица, события, имена и даты слились для него в один, теперь полностью осознанный опыт. Более того, Александр Зараев увидел будущее. Мистерия в пирамиде Хеопса изменила и обогатила исследователя. Покинув святилище, он осознал, что больше никогда не будет прежним. Я почувствовал, что здесь, в Великой пирамиде, есть выход в надвременье. То есть связь с теми жрецами и с теми духовными числями, которые перешли через эту реку времени, переплыли и находятся в другом измерении, в пирамиде вполне реальна. Во время таинства в пирамиде человек в саркофаге мог контактировать не только со своей божественной сущностью. Например, фараоны получали там информацию от своих богов-неферов. Если рассматривать их как инопланетян, а пирамиду как космическую антенну, стоит поискать подобные сооружения и следы разума на других планетах. Пирамиды, подобные пирамиды, как на плата Гизе, на Луне, только на обратной стороне Луны. И, соответственно, Марсе есть пирамида. Я думаю, что пирамида – это уникальная форма для выхода в пространство, поэтому все цивилизации будут ее строить. Мифы древнего Египта рассказывают о неферах, которые в доисторические времена основали легендарные цивилизации Атлантиду и Гиперборею. Речь идет о неких цивилизациях, живущих в параллельной реальности. И вот эти цивилизации, цивилизации Земли, они к нам, к нашей земной цивилизации, имеют гораздо более тесное отношение, гораздо более глубинное и важное. Поэтому взаимосвязь с некими высокоразвитыми всегда имела две грани – инопланетную в буквальном смысле слова и параллельную также в буквальном смысле слова. Эти неферы не прилетали на Землю, а приходили через загадочные звездные врата. Мы даже не можем себе подразумевать того, что с митической точки зрения мы можем двигаться совершенно параллельно. Может быть, на нашей планете же была эта цивилизация. Может быть, они шагнули, так называемый, через портал, и это заняло у них две секунды. Атлантидой назывался материк в Атлантическом океане. В его центре находилась огромная золотая пирамида, которую венчал кристалл. Это была страна великих магов. Во время планетарной катастрофы земля атлантов в одночасье ушла под воду. Однако жрецы Атлантиды сумели предвидеть беду и переселились в Египет. Эта история Египта, она насчитывает не один десяток тысяч лет. И был период, который я бы все-таки назвал атлантийским периодом. Когда атланты тесно взаимодействовали с некой внешней цивилизацией. Основная колыбель человеческой цивилизации Гиперборея находилась на Северном полюсе. Туда пришли первые неферы. Известны подлинные карты Гипербореи. Круглый материк, разделенный четырьмя реками. Его венчала ось Земли, главная пирамида Меру. Сейчас эта точка находится в 15 градусах юго-западнее Северного полюса, в вечных льдах острова Гренландия. Остатки Гипербореи также можно найти на архипелагах Белого моря, в Карелии и на Кольском полуострове. До Великого потопа там было вечное лето. Когда была Гиперборея, это была земля богов и людей. Богов и людей и называлась Платиновой эрой. Почему богов и людей? То есть те, кто прилетели, они воспитывали людей, передавали им знания. И они передавали им знания не только как знания, но еще и как собственное, по образу и подобию своему делали они людей. И те были, ну, скажем, генетически с богами равны, хотя мы не знаем, какие были эти сами-то боги, которые создавали Гиперборею. Расшифровка генома доказала, родовые корни человечества находятся на русском севере. Генетический код египетских фараонов идентичен коду восточноевропейского жителя. А источник, возможно, у них один – неферский. В общем, вот гаплокрупа Иродин-Би-1, про которую мы сейчас говорим, она как раз является, относится к южному корню русского народа, и она является атлантической гаплогруппой, так ее называют. А сестеринской группой Иродин-А-1 она называется гиперборейской, то есть, ну, как бы северной. Эти полумистические данные подтверждаются новыми открытиями науки. На основе древних текстов можно составить иную карту расселения народов. Она объяснит многие исторические нестыковки. После глобального планетарного катаклизма гиперборея ушла под воду. Оставшиеся земли замерзли. Выжившие направились на юг искать территории с благодатным климатом, к которому привыкли. И вот из гипербореи, когда она погибала, вышли народы арии, которые пошли вниз и понесли с собой. Почему Россия по-уграфински – это раса сеющая? И начала сеять расы разные. Вот они пошли и понесли с собой эту голубую арийскую кровь. И те, которые являются потомками ариев, то в них текла голубая кровь, то есть кровь тех прародителей человечества, которые вышли из гипербореи. Одна ветвь отправилась в Индию и осталась там навсегда. В древнем языке индусов в санскрите много общих слов со старославянским. И у ученых никак не получалось это объяснить. Другая ветвь задержалась на Украине и Северных Балканах. Еще часть двинулась на восток, до Алтая. Дальше исход этих народов был на юг, в Египет, где позднее к ним примкнули атланты. А гиперборейцы, Р1А1, это род Сварога, Перуна, Дашбога, тоже известный персонаж. Ну, допустим, кто не знает, я могу сказать, что известна летопись о Словении и Руси, ее можно тоже найти, она очень интересная, знаете, чем? Тем, что там описана середина третьего тысячелетия, очень точная датировка дана, и в середину третьего тысячелетия наши люди под предводительством Сварога управляли Египтом. Это все четко написано, эта летопись находится, она относится к числу древнейших, ее среди всего массива летописей примерно 70% списков, то есть она занимает основной объем. Там очень много хорошо чего расписано про эти времена и про эти территории. В гипотезе, что пирамиды построили русские, не так уж много лукавства. Но история Атлантиды и Гипербореи имеет мало вещественных доказательств. Научное знание древних и подлинную историю человечества лучше всего удалось сберечь в Египте. Тысячелетиями жрецы передавали новым поколениям заветы предков. Даже когда держава фараонов рухнула под гнетом завоевателей, посвященные сделали все, чтобы сохранить магические знания. Считается, что египетское наследие хранят члены тайных обществ. А вот есть такое конкретное оккультное, такое эзотерическое масонство египетское или обряд Мемфис-Мицраем. То есть Мемфис и Мицраем – это Египет на разных языках. Египетское. Они говорят, что они ведут свое происхождение как раз от египетских жрецов. Это масонство. Оно самое оккультное, у него наибольшее количество степеней посвящения, то есть доходит до 100 степеней. Если в обыкновенном масонстве 33, то у этих до 100. И с 33 по 100 степень – это степени такого изучения магических культов, изучения мистики, изучения всяческих, ну то, что мы называем всяким эзотерическим искусством. Из средних веков дошли сведения о членах тайных обществ – алхимиках. Есть версия, что слово «алхимия» произошло от «аль», «священной» и «кеми». Так называли свою землю древние египтяне. То есть алхимия – наука священного Египта. Алхимики мечтали раскрыть тайну превращения металлов в золото. Но это была лишь одна из ступеней к обретению философского камня, который давал бессмертие. Похоже, они искали позабытый секрет пирамид. Эти люди хранили некие артефакты, которые достались им от предыдущей цивилизации. Эти люди прятали эти артефакты. Они пытались пронести это знание до потомков. И, возможно, мы еще столкнемся с этими артефактами. Возможно. В Египте постоянно идут масштабные археологические раскопки. Большая часть пирамид в глубине страны не исследована. Еще много усыпальниц в долине царей не найдено. Иногда историкам везет, и они поднимают на свет ценнейшие артефакты. Но на берегах Нила сегодня неспокойно. Похоже, когда возникает угроза уничтожения древних ценностей, их под завесой беспорядков изымают из запасников музея. И делает это тот, кто знает им истинную цену. Зачем древние знания прячут от человечества? Возможно, они дают такое невероятное могущество, которому люди еще не готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин